Люди в одном мире живут, а у нас другие, другие, право, две законы. Мы немножко отрываемся от этой реальности обычной жизни, но у нас по-другому. То, что ты делаешь, это уже пять. Ты получил опыт. И ты знаешь, что это не работает. Надо попасть по-другому. Например, начинаешь рекрутировать. Первое, что ты говоришь, что нас к ничему никто не приходит. Ты начинаешь менять сообщения. Смотри, пришел кто-то, вон, все, проработало, да? Приходят, не ректистируются. Начинаешь менять сообщения. Что я, почему человек не вовлекается, да? Что добавят, что делать по-другому? Смотри, что регистрируются, но не работают. Так, что мне добавить там, что мне делать по-другому, чтобы начали работать? То есть мы развиваемся на этих этапах. Добавляешь, они начинают включаться. Понимаете, это постепенно. Это невозможно. Почему я показываю лестницу, что, ну, так не бывает, что я вот захотел и сразу туда убежал. Это этапы, которые нужно прожить, принять, пережить и понять, что это круто. На этом этапе пока, вот здесь вот тренинги, обучение и планерки очень важно. То есть здесь вот можно отдавать право на ошибку, но контролировать, конечно. То есть ты пообещал, ты что-то сказал, мы через неделю возвращаемся на планерки. Что делаем? Не потому, что там плохо, не хорошо. Просто я отвечаю за твой результат. Твои задачи, твои проблемы, это тоже мои задачи. Мы с тобой вместе решаем. Поэтому давай будем работать. Засыпает кто-то, нет? Ну, сейчас еще какой-нибудь расскажу, способ снимать. Так. Дальше. Есть уже такой уровень, который звучит так. Я знаю, что я знаю. Я бы определила этот уровень, это пятнашку. На пятнашке он уже пятьдесят человек пригласил, он уже знает, что говорить. Он уже знает, как пригласить, он знает, как рассказать. Он знает даже, как запустить точку, да? Он знает, что он знает. Это называется, да, осознанная капитетность. Вот на этом этапе нужно вырасти из родительско-детских отношений с ним. Какого из пятнадцатипроцентников? Маленький, ты мой. Ты же не можешь, давай, я же за тебя делаю. Я же так тебя люблю, так хочу. Взрослый стал, ты у меня. Давай, вперед. Антон говорит, на этой стадии. Слушай, эта стадия будет, знаешь, она как называть, я тебя брошу. Она говорит, ну, если ты будешь, научишься всему, я тебе не нужен. Я тебя брошу. А если ты не научишься, ты мне нафиг нужен. Я тоже брошу. А ну, чтобы ты готовься, как бы. Ты сейчас слушаешь не потому, что я сижу, это, ленту смотрю, пока Антон слушает, презентацию проводит. А ты слушаешь для того, чтобы самому рассказывать. Не пофигу, будет там регистрация, мне нужно, чтобы ты научился рассказывать. Цель обучения, чтобы ты начал это делать. Сколько я могу с тобой провести встречу. Представьте, что таксист. Вы взяли бизнес, у вас бизнес, грузоперевозки. Клент нашли, машины нету. Машина у Антона. Антон, у меня клиент, дай машину. Он говорит, ну, я не могу, не могу, тогда не могу. Потеряли клиента. Вы долго будете подстраиваться. А если у вас будет своя машина? Как быстро вы сможете? Как часто? Столько, столько нужно. Поэтому наш инструмент, то есть это вы сами. Но учиться проводить презентацию могут школьники. Взрослые тетечки боятся провести. Школьники могут делать. Я точно знаю это. Меня на кухне не проводят эти школьники. А третики боятся. Я не могу. Мы делали бриллианта. Мы сильно хотели сделать бриллианта. И на бриллианте группу были. Там одна группа у меня была, у моей подружки. Я так сильно хотела за нее. Я так сильно ее хотела. Она сильно ощущает. И ведь я все делала. Я ей распишу ее день. Вот здесь ты будешь вот это говорить, здесь ты в регионе. Будешь встречаться. Когда будешь встречаться, у тебя распечатка, будешь вот это говорить. Все расписывала. В итоге мы сделали бриллианта. Вау, все. Наташа, тысяча долларов. Наташа, ну давай. Мы берем новые группы. Я не знаю, как это делать. И я поняла, что два года я положила для чего. И тогда все менеджерам сказали, знаете, я лучше тебе на 12% мы с тобой останемся на этом уровне, если ты не можешь, но я тащить тебя не буду. У нас даже самое сильное лечение это на 18-ти, когда они все говорят, что не должно быть, а не надо. У нас вот еще 13-е, а 14-е. А ну просто тиши. Ну, Палич, не можешь решить вопросы, да, какая неважная? Ну, и что, посиди. Лечение. Не буду я делать для своего звания. Я не буду делать ради звания. Ты делаешь у нас с тобой партнерские отношения. Мы на этом уровне переходим на формат партнерства. Не я вот здесь, а ты здесь. Мы партнеры. Мы партнеры. У тебя есть свой функционал, у меня есть новый функционал. Я делаю это, ты делаешь это. Я не буду делать для тебя, делая тебя слабым. Ты должен вырасти. Знаете, сколько детей, которые не могут выйти из родительского гнезда? Их родители сознательно не пускают. Многим нравится, причем, знаете, вот лидеры, я тут пишу 20 на 80, 20% лидеров вот этих дают 80% результата. Работа с этими людьми дает 80% всего того, что вы получаете. Работа вот с этими людьми. Но в этот момент, знаете, у мамы есть робополец, она говорит, они игрушки откручивают. Спонсоры есть, которые игрушки откручивают. Знаете, я тебе говорю. Так, я видел, я тебе сказал, ты это делаешь, значит, ты это делаешь. Ты кто? На 6? Я тебе сказала, это делаю. Ты на 13? Я директор. Ты что, не понял? Есть такое? Это не олимплейманская модель. Это откуда модель? Я в начале и фигура. И такие люди уходят. Они уходят, потому что делегирование для них это не нагрузка, это награда. Проявить себя. То есть дали задачу, ты справишься, он через это растет. Кому-то награда, своя задача, там, да, своя задача, там, посадили, вот он он на семинаре. У него все работают, он говорит, я бы мог все это делать сам. Кто находит, кто встречает, кто в блок валит, у него все распределены. То есть никто не будет просто так сидеть. То есть у всех есть задача, мы работаем вместе на команду. Поэтому здесь очень важно делегирование. Дальше. То есть с ними в ВПД это переход на этот уровень. Это вот как раз таки планирование, встреча по планированию бизнеса. То есть когда уже ты смотришь, как у него функционал работает, насколько эффективно, что там же улучшить. Переходишь на уровень вот этой сознательной компетентности. А несознательная компетентность, да, я делаю, я не знаю, как получается. У меня все прям, да, и у меня как получается. Да, звезда такая уже, да. Вот. Здесь нужно понимать, что на этой уровне звездности нужно понять, что твой прошлый опыт – это прошлый опыт. Чтобы двигаться мир меняется, мы меняемся. И надо научиться принимать эти изменения. Если директор говорит, или золотой директор на этом уровне говорит, ну, мы вот росли в амону там, да, а вот у меня было не так. Ну, мир поменялся сейчас по-другому. Либо ты гибкий, да, и думаешь, а что я теперь должен сделать по-другому? И что здесь моя будет сильная сторона? Бежать туда, куда бегут все, или подумать, я же результат сделал на каких-то своих сильных сторонах. Вот у меня с директорами, когда вот личные такие планерки проходят, там и плачем, и смеемся лично, потому что очень больно, да, понимать, что все, вот низкая самооценка, и очень многие думают, что я все-таки еще недостаточно хорош, я еще недостаточно умен, и себя сравнивают. А сейчас же очень в глаз бросается все, все какие, да, такие крутые, ушелые вот такие крутые, там все, а я вот, а как буду-то вообще вот в Инстаграм, вот там Джамиля там все делает, все решает, все системно, а я не такой. Ну, ты же как-то этот результат сделал, ну, значит, какие-то сильные стороны. Я, например, человек, который, я понимаю на этом уровне, да, что когда мы пошли в онлайн, у меня нужно что делать, ну, то, что делают все. И, в принципе, то есть, все-таки был, в принципе, хороший, да, но я поняла, что я не получаю этого. Я получаю, то есть, когда я работаю со всеми, для меня это как будто я не работаю ни с кем, так глубоко, как хотелось бы. Мне нужна глубина, мне нужно понимание такого инсайта и такие прочные связи, что я поняла, что моя сильная сторона для того, чтобы перейти в топ-лидерство. Я поняла, что я никогда не буду пинком открывать дверь, да, я никогда не буду громкой. У меня вот тихий голос, как бы, ну, как это, серый кардинал, да. То есть, я хочу, чтобы мои люди звездили, чтобы они делали свои результаты. Пусть они звездят. То есть, я поняла, что моя задача – раскрыть потенциал человека и отпустить. Раскрыть. Мне не надо на его дороге стоять. Мне нужно его приподнять и отпустить. И я поняла, что моя сильная сторона – это вот так, это личное индивидуальное сопровождение. То есть, то, что мы делаем лично, то это вот конкретно то, что потом формирует ваша сильная сторона, формирует автор сформационной. У кого-то круто получается Инстаграм, да, ну круто, да. Это там вот, Женька собрала своих, у нее там все с Инстаграм пришли. И там Женя, наша Женя. Ну, я круто, это ее сильная сторона. То есть, надо усилить. Потому что, смотрите, как делают неправильно. Ребенок любит заниматься музыкой, у него не идет математика. Что делают? Репетиторы занимают по какому? Математика. Математика из него точно не получится. Говорят, ты пока математику не учишься, а музыку не пойдешься обречать на гитаре. Что? Да, он эту математику выдержит. Куда он пойдет? Закончит, потому не поймет, куда ему в жизни идти. Понимаете? То есть, у нас есть у каждого своя какая-то. Это может быть и делать то, что вспомнить то, что тебе нравилось, где ты в жизни был успешен. И это начать транслировать. Вот именно, а как ты, это вопрос на том, а как ты хочешь этот путь пройти? То есть, ты не обязан делать. Да, у меня есть директорская группа, которая говорит, это невидимая. Я говорю, почему? Она не работает, как я говорю. Я говорю, а какой у нее результат? Есть ли у нее регистрация? Она говорит, есть. Я говорю, ну, сколько? Тридцать. То есть, мамочка Павла делает. Я говорю, хорошо. Тридцать регистрация звонил. Просто человек не хочет, он хочет по-другому. Ему надо позволить это сделать. Как он, не как я. Вы знаете, новички иногда офигенные идеи дают. Вообще. Каждый из нас приходит со своим каким-то опытом и такие интересные дают результаты. Пример работы в команде, да, про то, что сейчас я буду говорить, про то, что умение слышать. Вот у нас встреча лидерская, да. Собрались, говорят, Антон. Давайте, помогайте, Ира, решайте. Вот такие, ну, блин, какой вот самый актуальный вопрос там, просто мы там определили, который всем будет интересен, мы его разведем, хорошо. Определили переходы, старцев рекрута. Окей, все, всем интересно, все, работает на ней, да, работаем, все. И все ждут. Слышка. Я готов писать. Мы говорим, давайте, мы все равно скажем то, что мы должны сказать, но давайте сейчас мы используем силу команды, да, и вы сейчас каждый с нами напишите 20 вариантов решения этого вопроса. 20, каждый. Маша написала 20, ждем Машу, Маша пишет. Вот самые безобразные пишите. 20, 30 лучше. То есть на 20 начинается включаться креатив. То есть сначала помню то, что вот он делает, потом начинает это, а может это. Самые дурацкие, все пишите. Пишут, пишут, пишут. Сначала начинают так не смело говорить, потом начинают такие фишки выдавать. Мы там сидим уже, строчим, в итоге через 2 часа мы не говорили, на команде только 15, только 20 человек было. 72 способа, 35 из которых я не знала. Вот что важно, научиться иногда заркнуться и слушать. Про это мы сейчас будем в следующий блок. все. Встать и есть, шлаточки, монетки, потереть. Я, естественно, работать умею, но я не умею релакс эти 5 минут. надо встать, подвигаться, пошли, сделать перерыв. давайте, нет. Ронстоп. Давайте. У меня что, по времени не расписано, я к нему уже не укладываю. Можно дальше? Вы спокойно, выйдите сейчас, если надо, идти там, покормить, напоить. Как ты, Андрюш? Ничего, нормально? Сейчас, сейчас.